Доброго времени суток. Приветствую вас на канале Дистилье. Сегодня мы вместе с вами будем заниматься подготовкой дубовой бочки. Мне очень понравилась дубовая бочка от компании Бочка Дуб. Качество изготовления мне очень понравилось. Я заказал еще эту бочку на подарок Отдал своему младшему сыну. Отцу 65 лет. Ему будет в подарочек эта бочка пойдет. Так что такие маленькие бочки хорошо использовать как подарочные. Прямо на стол можно будет врезать краник, установить на стол и сразу использовать по назначению. Сейчас давайте займемся подготовкой бочки. Будем заливать воду холодную. Как я уже говорил компания Бочка Дуб вместе со своими изделиями предоставляет сразу инструкции по подготовке дубовой бочки. И согласно инструкции необходимо заливать холодную воду дубовую бочку от недели до месяца с заменой воды раз в сутки. Давайте с вами именно это и сделаем. Я установил бочку видите под бочку поставил тазик для того чтобы вдруг потечет чтобы все ушла водичка ушла вся в тазик. Но если даже и потечет ничего в этом страшного нет. Сразу я буду замерять какой конкретный объем у этой бочки чтобы уже точно знать. Двенадцать. Тринадцать. Как видите пока что бочка нигде не потекла. Полтора не видно. Ничего не видно. пока что все нормально. Тринадцать. 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 Давайте посмотрим. Вот здесь полтора вообще нигде ничего не побежало у нас. Опа. Так здесь. Здесь у нас вот чуть-чуть слезится немножко. Но я думаю сейчас она в течение 15 минут утянется. Если нет немножко сейчас тогда под объемом бруча. Вот снизу. Пока что сейчас будет трудно конечно. Сейчас немножко обсохнет. Надо дать ей чтобы она теперь обсохла. И тогда мы снизу с вами посмотрим. Ну что. Мне все очень даже нравится. Тут немножко течь есть. Но это ерунда. Вообще если бочка у вас. Вы приобрели бочку и она у вас подтекает. Ничего в этом страшного абсолютно нет. Нужно понимать что бочка ехала какое-то время. Она могла пересохнуть. Могла постоять открыто. Вот у меня она стояла открыто. Я ждал как раз когда вот маленькая придет бочка чтобы вам показать. Поэтому она у меня стояла открыто. И конечно немножко подсохла. Поэтому чуть-чуть вот здесь вот пробежала с одной стороны. С той стороны вообще все хорошо. Ждем сейчас когда закончится. Я уверен что в течение часа течь прекратится. Да и течь-то такая очень небольшая. Крайний случай если у вас там течи не прекращаются. Всегда нужно помнить что нужно можно подбить еще уторы. Залить кипяточкой чтобы она быстрее расширилась. На треть заливается кипятком. Болтается бочка. Сливается кипяток. И все. И по идее все вот эти щели должны закрыться сами собой. Если такого не происходит то тогда конечно же нужно будет обращаться к поставщику. Сейчас мы с вами оставляем бочку на часик. Посмотрим перестанут ли течь. Если течи перестанут я залью водички. Мы с вами увидим сколько воды с нее утекло за этот час. Далее если все течи уйдут у нас все нормально будет. Значит мы с вами будем менять теперь ежедневно водичку. Эту сливать новую доливать в течение недели. Если у нас водичка вся побелеет станет чистенькой. То все бочкой можно уже пользоваться. Можно заливать в нее уже спиртные напитки и использовать. Желательно конечно будет еще подготовить вино. Но это уже об этом чуть позже. И так встречаемся с вами через час. И так прошло минут 20-30 где-то. Течь видите полностью прекратилась. Здесь еще пока влажная. Но уже все не течет. Нигде не подкапывает. Я уже видите даже из тазика достал поставил. Но еще немножко влажная. Так давайте посмотрим со всех сторон. Здесь видите тоже нигде ничего. Немножко вот снизу там подтекло. Но это вроде подтекало вот отсюда же. Оно отсюда стекало и здесь вытекало. С этого водора вообще идеально все. Нигде ничего. Ни одной капельки. То есть все отлично. Здесь тоже видите все сухо. То есть вот то что я заливал оно здесь немножко стекло. И внизу теперь вот там влажность стоит. Но ничего не капает и все отлично. Теперь мы с вами должны менять воду каждый день. Желательно каждый день. Можно конечно раз в два дня менять. Но желательно каждый день менять чтобы вода у нас там не прокисла. Не появилась слизь. Ничего такого не произошло. Завтра мы будем делать первый слив. Посмотрим цвет воды. Посмотрим как у нас там все проходит. И так будем делать всю неделю. Смотреть. Сливать. Воду заливать сливать. Как только вода уже полностью посветлеет. Можно будет в принципе вот как говорит производитель уже можно даже заливать в спиртный напиток. Забыл же вам показать сколько же воды у нас вытекло. Давайте вот сейчас вот я литр налил. И будем сейчас доливать пока не дольются. И узнаем сколько водички у нас утекло за это время. Пока устранялась течь. Получается 300 грамм. 300 грамм у нас водички утекло пока устранялась течь. То есть это совсем минимальная была течь. Какая-то такая. Просто именно немножко рассохлась за время поездки. Все оставляем ее на завтра. И так у нас прошло 2 суток. И сегодня пришло время менять водичку. Давайте посмотрим. что у нас там. Ничего не бежит. Сейчас покажу другую сторону. Сейчас открыть я пытаюсь. Водичку. Так открыли. Давайте посмотрим. Что у нас там. Сколько ушло. Водичку видно не видно. Видно да. То есть ушло. Водички совсем мало. Вот. То есть практически вот. Только то что до пробки косало. Сюда вот больше выходил. Здесь все сухо. Снизу все сухо. Давайте. Вот так. С другой стороны покажу. Вот видите. Там где у нас текло. Все здесь тоже сухо. Все просохло. Никаких проблем нет. Водичка вообще не уходит. У меня тут просили показать. Как бы радиальные распилы. Есть здесь вот несколько досок. Которые не радиальные распилы. Но остальное вот посмотрите. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот. Нерадиальный. Вот. Вот. Шесть. Семь. Ну как бы. Все. Все можно посмотреть. Здесь практически все радиальные распилы. Вот несколько штук. Вот здесь вот две. И вот здесь где то еще. А вот это по моему доска. Не радиальный. Все остальное радиальный распил. Так что в принципе. Никаких таких претензий особо у меня. Бочки нет. Все видите. Отлично. Еще раз покажу. Прокручиваю. Проказываю. Все. Везде сухо. Никуда вода не уходит у нас. Все. Теперь сейчас сливаем водичку. Покажу вам какого цвета. И продолжу также заливать сливать. Каждый день или там через два дня. В течение недели. Ну может быть больше. Пока у нас водичка не станет уже белая. Сейчас вот она будет желтенькая. Сейчас покажу. А потом должна стать уже такой прозрачной. Все. Начинаем сливать. Итак. Опа. Давайте сейчас начнем сливать. Вот видите. Вода. Желтого цвета. Достаточно такого яркого. Бочка сильного обжига. И так водичка. Видите. Вот такая вот. Достаточно сильно желтая. У нас вышла бочка. Как я уже сказал. Такого сильного обжига. Все. Смотрите. Все вот выливать. Сливать. Старайтесь сделать все это в нержавейке. То есть в мойках из нержавейки. И быстро все потом умывать. Если вы сольете все это в ванную. То сразу после этого постарайтесь тут же все в ванну помыть. Как следует. Потому что если вы оставите. На первый взгляд будет казаться. Что все нормально. Вода ушла. И никаких проблем нету. На самом деле. Ванная у вас будет потом. Желтого цвета. Ванная там. Малинтаз. Куда вы будете сливать. Все это будет такого. Желто-коричневого цвета. Через какое-то время. И оттираться будет это уже гораздо сложнее. Если вы это сразу сделаете. Поэтому лучше всего. Сливать. Еще раз повторюсь. На кухне. В нержавеющую мойку. И тоже все как следует. Сразу смывать. Дуб он такой. Достаточно коварный. Все. Значит. Будем сейчас. Переливать. В следующий раз. Включусь. Когда водичка станет. Уже прозрачная. Скажу сколько дней. Я менял воду. Вот. И дальше. Потом будем. Заниматься уже. Пропариванием. И залью сюда вина.